Парламент Германии Бундестаг проголосовал за утверждение фонда в размере 100 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил страны, что отражает глубокий сдвиг в политике Берлина в области обороны безопасности, предположительно вызванной войной России в Украине. Специальный фонд предложил канцлер Германии Олаф Шотц через три дня после нападения России на Украину. Он сказал, что война стала переломным моментом для Германии и всего мира. В то время как Берлин старается увеличить свои военные расходы, Россия обвиняет Германию в нарушении баланса европейской безопасности путем ремилитаризации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, мы воспринимаем заявление канцлера Германии как очередное подтверждение того, что Берлин взял курс на ускоренную ремилитаризацию страны. Чем это могло закончиться? Увы, это хорошо известно из истории. Денежное вливание направлено на то, чтобы позволить вооруженным силам ФРГ, получающим недостаточное финансирование, быстрое обновление оборудования, помогая взять курс на то, чтобы Берлин играл более активную роль в военном альянсе НАТО и в военных миссиях Евросоюза. Мы работаем здесь в очень сложных периодах, и мы были в порядке, чтобы нарушить свои силы, чтобы наши солдаты и солдаты уставить. Но это работало. И это, что нас означает, что это сигнал, что мы не должны отзываться от НАТО. Мы были готовы, мы были хорошо готовы, мы были осторожны, осторожны, наш Бюджетный бюджетный бюджетный, Берлин предпринимает дополнительные меры, свидетельствующие о переходе к более активным военным отношениям политики. В дополнение к увеличению расходов на оборону, Германия направила партию оружия в Украину, чтобы помочь ей в ее военных усилиях, отменив политику правящей коалиции, запрещающей экспорт оружия в зоны активных конфликтов. Германия уже направила дополнительные войска в Балтийский регион и Восточную Европу. Последствия более активного участия Германии в миссиях НАТО будут видны в том, что немецкие солдаты составят большую часть подразделений Альянса в Восточной Европе и возьмут на себя дополнительные обязанности, такие как эксплуатация систем ПВО Патриот в Словакии. Если Германия сможет финансировать расширение своих вооруженных сил, последствия будут далеко идущими. В случае выделения 2% от ВВП в 2022 году у Германии появится третье по величине военные затраты в мире с общими расходами 81 миллиард долларов, уступая только США и Китаю. В долгосрочной перспективе это повысит долю ответственности Германии за осуществление операций НАТО и будет способствовать географическому смещению власти в организации. Расширение участия Германии сместит центр тяжести Альянса в сторону Европы. Российско-украинский конфликт дал еще одному крупному проигравшему во Второй мировой войне государству, а именно Японии, повод для ремилитаризации. В последние недели и месяцы значительно усилились призывы к увеличению оборонного бюджета Японии. В апреле 2022 года группа правящей Либеральной демократической партией по национальной безопасности посоветовала администрации Исо Кисиды не только увеличить расходы на оборону с 1 до 2% от ВВВ Японии, но и, по-видимому, искать возможности для нанесения ударов по базам противника, видимо, из-за растущих угроз со стороны Китая, Северной Кореи и России. Российско-украинский конфликт. Однопроцентное ограничение расходов Японии на оборону было впервые установлено в 1976 году. С тех пор японские лидеры стремились оставаться на этом пороге или ниже его за очень немногими исключениями, укрепляя послевоенную японскую политику безопасности, ориентированную исключительно на оборону. В настоящее время военные расходы Японии занимают седьмое место в мире, хотя в основном она сохранила свой оборонный бюджет на уровне 1% от внутреннего волового продукта. Япония получила самые современные технологии оборудования, такие как система ПВО Петриот, ПАК-3 и истребители вертикального взлета Ф-35Б. Процесс ремилитаризации Японии идет с первых лет после военного периода. Но время и обоснование этого последнего шага имеют большое значение. Поскольку Америка, казалось бы, перегружена и находится в состоянии упадка, стремление Токио усилить свои вооруженные силы и углубить альянс ставит под вопрос безопасность самой Японии. Все более хорошо финансируемая армия Токио, поддерживаемая береговой охраной, которая может соперничать со многими национальными военно-морскими силами, не оставляет сомнений в том, что японские силы претерпят существенные изменения в материальном отношении. Сейчас Япония использует российско-украинский кризис для укрепления своего военного сотрудничества с НАТО и пытается направить влияние альянса в азиатско-тихоокеанский регион или способствовать созданию в азиатском регионе некоего аналога НАТО. На самом деле Япония не пытается защитить региональный мир и стабильность, а стремится создать напряженность, раздувая теорию китайской угрозы, чтобы ей можно было узаконить свои амбиции по развитию своей военной мощи и добиваться внесени по права къв свою пацифистскую конституцию. КОНЕЦ 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 В целом российско-украинский конфликт предоставил проигравшему во второй мировой войне государству повод для усиления своих вооруженных сил. Хотя в краткосрочной перспективе это может помочь США в противостоянии с Россией, в долгосрочной перспективе возрождение Германии и Японии в качестве двух крупных военных держав может бросить вызов гегемонии самих США в мире. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...